Имущество за долги. Коммунальное предприятие «Основание» совместно с Государственной исполнительной службой продолжает вести работу с должниками, потребителями услуг по содержанию дома. В этот раз они наведались в гости к должникам Ленинского района Запорожья. Специалисты напоминают, что грозит неплательщикам и как избежать проблем. Ленинский район, улица Академика Александрова. Сюда в этот раз наведались государственные исполнители, чтобы провести работу с неплательщиками. В этом районе сумма долгов за услуги КП «Основание» свыше 20 миллионов гривен. Визит исполнителя означает, что сумма за неоплаченные коммунальные услуги накопилась немалая. И неплательщику грозит опись движимого и недвижимого имущества. Однако это крайняя мера. Прежде чем до неё дойдёт дело, должник неоднократно получает предупреждение. Ранее каждый абонент был уведомлён о наличии у него задолженности. Это производилось посредством прозвонов, также личных визитов контролёров и бездет с ними. Должникам ежемесячно вручались претензии и предупреждения о наличии задолженности. У каждого свои причины задолженности. Некоторые просто игнорируют оплату, у других – сложное финансовое положение. Я брала кредит, для того, чтобы немножко рассчитаться в долганы. Кредитные карточки заблокировали в связи с обстановкой, так сказать, военной. И я сейчас в затруднении. Поэтому не потому, что я злостный, что я пью или я умышленно не плачу, потому что я сейчас не могу. По данному должнику можно сказать, что он получает пенсию. Будем удерживать с пенсии. Наложили арест на всё имущество, движимое-недвижимое. С каждым случаем специалисты разбираются индивидуально. Они говорят, чтобы избежать крайних мер, те, у кого накопились долги за коммунальные услуги, могут оформить субсидию или реструктуризировать свою задолженность. Продолжение следует...